Но фильмы, которые участвуют в нашем проекте, у них есть хорошие шансы попасть на фестиваль, с которым мы сотрудничаем. По поводу дороги, к нам приезжали авторы из Москвы и представляли свои работы у нас. Вот был у нас полнометражный фильм «Лед», и режиссер купил билеты и приехал. Конечно, мы не можем пока что платить дорогу, мы занимаемся... Хорошо, вы проект. Проект, вы это значит нахлебники. Вы промежуточное звено между производителем и фестивалем. Новое промежуточное звено. Для чего нужно его создавать? Его нужно создавать для того, чтобы доказать нашим петербургским зрителям, ну и авторам, что короткометражные фильмы достойны внимания. У них есть свой посыл, у них есть свой замысел. Фильмы без смысла и замысла к нам просто не попадут. Это нужно для того, чтобы дать вот такую вот дорогу молодым авторам. Хорошо. Вот вы чувствуете своим юным сердцем добрым, чувствуете, что «О! Вот этот фильм очень достойный». Идете дальше, выше, идете на фестиваль. А там циничные москвичи сидят, которым, понимаете, слова высокопарные, о которых мы сейчас с вами произносим, уже давно утратили какой-либо интерес. Интерес, интерес. Значение-то они знают этих всех слов, помнят. Просто им неинтересно это. Как вы будете убеждать, отстаивать, что вот данная девушка, позвонившая, что она хороший художник, достойный внимания. Если работа хорошая, профессиональная, то, ну, как мы считаем, режиссер, который снимает хорошие работы, профессиональные с точки зрения монтажа, сюжета и так далее, не просто с красивым смыслом, но и технически хорошо оформленным. Этот режиссер имеет полное право на существование. А что касается москвичей, и если говорить полностью приземленным языком, то почему бы им не заработать на нем денег? Почему бы ему не дать хороший заказ, не помочь ему реализовать? Нет, я понимаю. А вообще, есть гарантия, что этот фильм будет вообще просмотрен ими, комиссией фестиваля? Гарантия есть. Конечно, есть. Как вы, вы как пробьете? Как вы скажете, какие слова? Я хочу услышать. Аргументы в защиту фильма. Вот вы как скажете? Я вот, вот я такой, да, плохой киношник московский, жирный. Жду, пока принесете мне кружку с деньгами, да, а вы мне приносите какую-то картику. Ну, обычно все происходит не совсем так. И любая профессиональная сфера, это не секрет, конечно же, держится на знакомствах и так далее. И по рекомендациям всегда можно как-то пристроить фильм, всегда можно его порекомендовать тем, кто организует. И он будет просматривать. Хорошо, давайте смотреть кино. Все, я очень глубоко люблю копать, и мне все, каждый ваш ответ еще больше заставляет задавать больше вопросов. Смотрим интересное кино. Будь у меня деньги, я бы себе гардероб подновил. Не хочу пейзанов играть. А вот если бы у меня было много денег, я бы свой театр построил. Это сколько ж приходится на каждого. Поймать мальчишку во что бы то ни стало, искать под каждым пустом. Уж знать, брат, дурник, с кем связаешь. Теперь он точно от меня не отмажется. Улика в улевую руку должна быть. Это же по 5 тысяч 445 рублей. Вот тебе и на театр, и на кафтан. Я открою свой театр. Все вам на слот открою. Вот это была бы жизнь. Да, 28 февраля. Что-то было у вас. Прошел показ. Седьмой. Прошел седьмой показ этого фильма. Да. Нет. На каждом показе у нас по два фильма идут. 28-го был показан вот этот вот замечательный фильм, который называется «Бумажник». Очень качественная, хорошая работа. А в остальные показы были показаны другие работы. У нас на каждый показ разные фильмы. То есть, постойте. Вы сейчас, 28-го, вы собрали зрителя, зрителя собрали на показ двух фильмов. Совершенно верно. То есть, есть число какое-то 20 человек, которые посмотрели и унесли радость? Нет, нет, нет. У нас было приблизительно 130 человек на этом показе. Но это не является нашим рекордом. Рекорд 280. Хорошо, хорошо, хорошо. Нам будет много зрителей. Если это будут 280, это специалисты, которые могут быть сарафанным радио. Если это просто любители, зрители, и плюс, если это еще бесплатные ветераны, которые не объективно могут быть, они привыкли к другой эстетике. И тут они раз посмотрели, и вот вам, ваш выхлоп от этого показа, ну какой вам интерес, что вы победу как ощущаете? Ну, победа ощущается, она очень просто. Никакие деньги не сравнятся с истинной радостью и благодарностью нашего зрителя. Мы сами молоды, мы сами снимаем кино, и когда мы видим, как зритель получает удовольствие от нашего проекта, проявляет свой интерес, а у нас уже даже есть своя публика. И когда ко мне подходят люди, семьи, молодежь, пожилые люди, и искренне благодаря тому, что мы дарим им радость, мы дарим им возможность смотреть кино, знакомиться с авторами, спасибо, и от всей души благодарят, ну это просто высшее, можно сказать, удовольствие. Ну вот смотрите, девчонки, бесплатно, да, я тут иногда даю деловые советы, бесплатно, вы можете через ваше знакомство, как вы говорите, есть знакомство на работе, да, пробейте себе у кабельщиков, ну дождь пробил себе всех провайдеров, да, если бы не бедокурили бы, безбедно бы работали. Пробейте себе канал игрового кино, короткометражных фильмов, канал, телеканал, у вас сразу будет аудитория. Ведь как не секрет, что, во всяком случае, так говорят, что Оскара народ присуждает, да, что комиссия отбирает по голосованию, то есть народ пишет, американский народ, там, или еще в других референд, как это называется, когда у всех там опрос, громадное слово, референдум, ну не знаю, вы звоните, друзья, не только просто задавайте, но и подсказывайте нам. А вот когда опрос происходит, да, какой фильм, какой актер, и вот на основании собранного этого, да, зрительских симпатий, говорят, что вручается Оскар, да, так вам же только помощь будет, вам нужно только пробить себе телеканал, и тогда будет стимул у, да, даже бесплатно снимать. Кому-то, у кого спрятаны дома сворованные с телеканалов развалившихся техника, да, они будут ее давать, потому что она не будет валяться, она будет делать добро, приносить, да, а у вас выхлоп, у вас уже не 120 зрителей, там, 220 рекорд, а у вас уже там несколько миллионов зрителей, которые могут также по этой схеме куда-то писать и голосовать за этот тот или иной фильм. А вы тогда уже, когда, вот у нас, это проверено временем, как только человек получает, какой-то проект получает широкую глазку, так сразу каналы такие, ой-ой-ой, а можно мы? И вот тут вы уже не мямлите, как сейчас со мной, а говорите. Да, и сколько ты даешь за наш фильм Куприна? Да, и вы уже тогда, девчонки, диктуете, и тогда вы распроцветаете, у вас уже, ну, главное, чтобы цинизм вас не одолел при всем этом, потому что ровно в геометрической пропорции, да, прогрессии растет, вот, опыт растет с другими отрицательными навыками, понимаете? То есть, вот, сначала золушки, они вот такие, а потом, когда они такие-такие-такие, еще они такие, зола такая уже становится, да, непробиваемая. И уже тогда молодая девочка будет звонить и говорить, ну, а как попасть к вам? Анастасия, как у вас? Пальская Юрьевна. Анастасия Юрьевна, ну, как, можно мой фильм? И вы такие, сейчас я спрошу у своего директора, возьмем эту девчонку или нет? Вот что может случиться, да? Ну, все равно без телеканала, без аудитории сложно, сложно идти вперед, поймите. Я лично всегда говорила о том, что аудитория – это самый главный результат. Ну, где своя? Что такое своя? У нас есть аудитория, нет, не обязательно. У нас далеко не первый фильм «Чудесный доктор». Аудитория, пойми, что такое аудитория? Я сейчас, я раньше пел в Мизиколе, где аудитория была 2000. Сейчас я уже рад залу, в котором 200 мест. Кстати, друзья, раз вы поговорили, 21 марта, день рождения у меня в конце будет. В том самом деле, где 200 мест всего. Да? И я, мне мало этого, этой аудитории. Да, я знаю, что это мои верные друзья. Но мне этого мало. Мне нужно, чтобы было больше. Моя аудитория. И у вас должно быть. Конечно, нам сейчас тоже этой аудитории уже мало. И мы ищем способы, чтобы развиться. Тем более, что добротная, хорошая, красивая у вас. Вот вы производите красивые работы. И их должно. Представьте себе, что Эрмитаж был бы вот, как у нашей студии был. Да, здесь бы очередь, конечно, стояла бы день и ночь. Чтобы попасть в эту комнатенку и посмотреть несколько полотен. И очередь из художников бы была, да? Но это, если бы все знали, что такое Эрмитаж. Да? Если бы Эрмитаж начинался вот с нашей студии, то, конечно, бы долго бы они искали свою аудиторию. Вот смотрите, тут какой-то мальчик и девочка в окошко смотрят. Да, это фотографии. Фотографии, пусть они идут, а мы будем продолжать с вами. Вот скажите, скажите мне, как вы собрали вообще вокруг себя вот какой-то костяк такой творческий? Нашли вот эту добродетельную художницу, нашли оператора. Ведь большой, как это сказать, вот от оператора зависит. Ну, не знаю, сколько, ну, 60% успеха. Больше, можно даже сказать. Я не хотел ущемить режиссера. Нет, ни в коем случае вы не ущемляете. Всегда была сторонником того, что успешно выбранный оператор это залог успеха фильма. Правильно, и вот оператора. Тут ты себе думаешь, концерт скачает двухчасовой. И все говорят, ну, все равно, ну, такие деньги нужны. А их нету. Вот как удалось убедить? Нам не удается, точнее, правильно сказать, нам не приходится кого-то убеждать. К нам идут сами люди. Потому что уже не первый год работы, не первый фильм нас уже знают. И команда, она почти устоявшаяся уже. Ну, вот я читал иногда, перепост делают. Ой, всем перепост, срочно перепост. То есть нужно для съемки такого-то, такого-то короткометражного фильма, нужны там актеры такие-то, мужчины такие-то, умеющие всплясать чечетку, там еще что-то, есть пожелания. Я такой думаю, вот молодежь, молодцы, как они собирают. А что ж они будут снимать вот через эти перепосты? А оказывается, вот. Вот, вот, да. Вот. Мы видим оператор, я за камерой смотрим, да. Выстраиваем кадр. У нас большая... Вот зритель ваш, это ваш зритель. Это наша премьера фильма «Встреча с Гамлетом», вот, проходила в зале «Лена Учфильма». Это вот наша творческая группа. Часть, точнее, ее. Часть, да. Ну, это... Сейчас это то, что у нас на данный момент. Команда проекта «Кинопоказы» на «Лена Учфильме». Вот, это наш зритель. Мы собираем полный зал. Эти можно выхвастаться. Это вот я выступаю на сцене «Лена Учфильма», проекта «Кинопоказы» на «Лена Учфильме». Это киностудия «Лена Учфильм». Ну, хорошо. Вот смотрите. Пожарительность показов. Еще раз. Ну, возвращаясь к фамилии Тимошенко. Тимошенко, да? Вот сейчас ты вот переживала и переживаешь там за события, да? Безусловно. Которые происходят. Эти, конечно же, эти события, они отложат, ну, дай бог, чтобы закончилось, чтобы не погибали люди, да? Но они все равно отложат отпечаток на вот жизни общества, да? Да. И даст каким-то там художникам пищу к размышлению. Вы, молодые, вот вы, которые смотрят по новостям. Новости не всегда объективны. И не секрет, что там режут, поворачивают так, как нужно в том или ином регионе показать новости. Такие новости и показывают. Но художник – это живой организм, живой, переживающий за каких-то своих родных, близких, да? И оно вот у вас, у молодых, ну, пока, наверное, у вас еще не накипело, ну, еще мало вы живете.